Проблемы глобальной безопасности в КФУ. Закон придуман для того, чтобы его не нарушать. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Камила Насырова. 28 октября в Казанском федеральном университете состоится юбилейная 15 серия научно-популярного проекта про науков КФУ под названием Ночь интеграции. Ученые и преподаватели КФУ прочитают увлекательные лекции о том, что IT-технологии почерпнули из мира живого, как нанотехнологии изменят фармпромышленность, кто и что абьюзит наш мозг. Гости мероприятия смогут самостоятельно провести серию занимательных химических опытов, запустить дрон, запрограммировать робота и поиграть в VR. Напомним, что пронаука в КФУ пройдет во втором учебном корпусе по адресу улица Кремлевская, 35. Начало мероприятия в 17.00. 27 октября стартовал Второй международный научный форум по проблемам глобальной безопасности и научной дипломатии. О том, как наука влияет на решение международных конфликтов и проблем, расскажем в сюжете. В зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие международного форума Андрей Громык и российская дипломатия в эпоху глобальных противостояний. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов научных деятелей и представителей высших учебных заведений. Для Республики Татарстан и для Казанского университета это большая честь принимать сегодня представителей его семьи и столь известных в отечественном мировом научном сообществе ученых, представляющих профильные институты Российской Академии наук, ведущие университеты России и других стран. Поэтому я прошу поприветствовать наших дорогих гостей. Директор Института Европы Российской Академии наук Алексей Громойко в свою очередь отметил, что такого рода встречи безусловно важны как для молодежи, так и для уже умудренных опытом специалистов. В первую очередь для того, чтобы слышать мнение, обмениваться опытом и идеями касательно важнейшего аспекта современных международных отношений. Отметим, что мероприятие также посвящено популяризации историко-политического наследия выдающегося советского дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громойко, чьим потомком является сопредседатель форума Алексей Громойко. Позитивные результаты усилий Андрея Громойко, направленные на поддержание глобальной системы безопасности, особенно актуальны в современную эпоху больших противоречий и требуют, конечно же, глубокого и системного анализа. Опыт важен и в истории второй половины XX века было много моментов, которые в чем-то были близки к тому, что происходит и в XXI веке. Например, сейчас мы встречаемся в дни, когда 60 лет назад разыгрывался кубинский или карибский, как мы называем его, кризис. Сегодня 27 октября, 60 лет назад мир наиболее близко подошел к грани ядерной войны. И об этом мы не должны забывать. Напомним, что к участию в форуме приглашались российские и зарубежные ученые, преподаватели, аспиранты, работники общественных и государственных организаций. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Тимур Табаров, Андрей Багудзинов, Ленар Гизатулин, Хафиз Гараев, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошла интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность», приуроченная к знаменательной дате 30-летию Конституции Республики Татарстан. Подробности смотрите далее. 26 октября состоялась интеллектуальная игра «Конституция Татарстана. История и современность». Историка-правовая игра для студентов была проведена в формате квиза. Студенты из семи команд различных вузов Татарстана соревновались между собой, отвечая на отдельные вопросы и решая небольшие задачи на основе норм российского права. Конституции Республики Татарстан исполняется 30 лет. Мы решили, что это должно быть не только в рамках юридического факультета Казанского федерального университета. Решили пригласить все юридические вузы для того, чтобы сыграть в игру на знании конституционных положений. Квиз посвящен 30-летию Конституции Республики Татарстан и содержит задания по конституционному праву. Игра для команд состояла из пяти туров. Каждый включал в себя от пяти до двенадцати вопросов. Ответы члена команды вписывали в специальные карточки, которые по окончании каждого тура сдавали организаторам. По задумке организаторов, победителем игры становятся команды, набравшие наибольшее число баллов за правильные ответы. В условиях последних ведущихся действий нам необходимо поднимать уровень патриотического образования, знания собственной истории народа именно в грамотном научном русле, чтобы студенты разных курсов, разных направлений, разных факультетов и институтов могли собраться вместе, обсудить необходимые вопросы, принять участие в интеллектуальных играх и, соответственно, проявить определенную соревновательскую ноту, чтобы принять совместное участие. По итогам игры первое место завоевала команда юридического факультета КФУ «Алга». Серебро взяла команда казанского филиала Российского государственного университета правосудия «Без Булдарабос». И третье место присудили команде казанского инновационного университета имени Тимирясова «Инноветив Лаурс». Награду победителям торжественно вручил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммершин. Я очень рад организаторам сегодняшней встречи в Сенах Государственного совета, когда проведенный конкурс на знание Конституции, основного закона своей республики, юридические наши вузы, факультеты вузов провели такой серьезный, объемный труд по знанию Конституции Республики Татарстан. Обязательно там и знание Конституции Российской Федерации, так или иначе. Живем в одном правовом поле. Организаторами интеллектуальной игры выступили аппарат Государственного совета Республики Татарстан и юридический факультет Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Каждый ли гражданин знает законы своей страны? Нет. Каждый юрист знает законы страны, в которой он живет? Однозначно. Насколько же хорошо будущие юристы Казанского федерального университета знают законы Российской Федерации, выяснилось на конкурсе от Конституционного суда Республики Татарстан и Кафедра экологического трудового права и гражданского процесса. Подробнее расскажет наша съемочная группа. 27 октября прошел конкурс, посвященный 30-летию Конституции Республики Татарстан. Мероприятие прошло в стенах главного здания Казанского федерального университета. Игра проводится при поддержке Конституционного суда Республики Татарстан совместно с кафедрой экологического трудового права и гражданского процесса. Конкурс развивает представление о нашем основном законе. Кроме этого, данный конкурс остается очень интересным образом. Есть у нас раунд чисел, где мы анализируем числа в праве. Далее есть конкурс, получается, размышления о Конституции, где мы даем отрывки из произведения. И студент должен угадать, в чем же смысл с точки зрения права и Конституции в данных отрывках. Участники конкурса прошли испытания на знание Конституции Татарстана, историю ее принятия, а также знание культурного наследия Республики. Игра состояла из четырех раундов. Длительность оставила полтора часа. Все конкурсанты, студенты второго курса создали свои группы. Для таких мероприятий, которые будут освещать Конституцию твоего региона, довольно-таки полезны для студентов, которые обучаются в этом же самом регионе, чтобы как минимум знать законы твоего региона, в котором ты сейчас живешь, в котором ты, возможно, будешь жить и будешь в дальнейшем работать, и планировать всю свою карьеру, всю свою жизнь. Также, по сути, повышает, может повысить патриотизм человека, если он будет знать свой народ, как принимали все же самые законы, о чем они. В конкурсе приняли участие восемь команд. Победители получат памятные подарки от Конституционного суда, а также от юридического факультета. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. 40 студентов лучших технических вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани награждены ежемесячной стипендией в размере 15 тысяч рублей. О том, как компания Selectel поддерживает студентов-айтишников, узнаете в следующем сюжете. Компания Selectel развивается на рынке технологических компаний уже 14 лет. Около 750 сотрудников в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области помогают другим компаниям развиваться в интернет-пространстве. Свой бизнес на инфраструктуре Selectel ведут социальная сеть ВКонтакте, 2GIS, Нитология, Самокат и многие другие крупные сервисы. Как любая современная компания, Selectel думает о будущем. Предоставляет студентам оплачиваемые стажировки и поддерживает их инициативы. Совсем недавно компанией была учреждена стипендиальная программа для поддержки студентов-айтишников. Торжественная церемония награждения победителей конкурса была проведена на базе Центра цифровых трансформаций Казанского федерального университета. Мы гордимся своим университетом, мы уверены, что мы один из лучших университетов России, но в любой ситуации необходимо получать обратную связь с рынка, от работодателей, от потребителей наших услуг. И в данном случае, это та самая ситуация, когда внешний заказчик или внешняя компания, которая достаточно успешная и известна на рынке IT, дала свою обратную связь о том, что мы готовим достойных студентов. Для нас это очень важная оценка, но она не позволяет нам расслабляться. Мы будем дальше совершенствовать наши образовательные программы, наши образовательные практики. Я думаю, что таких мероприятий будет становиться больше и больше от различных участников данного IT-технологического рынка. Конкурс завершился в конце сентября. По его результатам было выявлено 40 победителей из лучших технических вузов Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. У нас выявлено 10 победителей из Казанского университета. Это 6 студентов Института вычисления математики и информационной технологии и 4 студента из ИТИС. То есть мы считаем, что это большое достижение. Соответственно, 10 наших студентов среди 40 студентов всей России. Поощрять начинающих айтишников и мотивировать их на новые свершения – одни из основных задач стипендиальной программы. Как отметили представители компании, ключевыми качествами победителей, на их взгляд, является инициативность и ответственность. При отборе мы не давали никакие дополнительные задания. Мы хотели проверить, что уже есть у студентов, какие у них есть свои проекты. Ребята молодцы. Они прикладывали не просто свои учебные проекты, там домашки, лабораторные, которые они проходили на занятия, но и дополнительно сверх всего этого, что они делали. Это DIY-проекты, это PET-проекты, это их гитхаб, все, что они писали, как они документировали, мы все это оценивали. Конечно, также мы оценивали их участие на хакатонах, на конференциях, их выступления. Прекрасные ребята, все очень разносторонние. У каждого есть достижения, чем им можно гордиться. Я планирую использовать Selectel, чтобы выкладывать туда свои PET-проекты. Ну а развиваться буду как бэк-энд-разработчик. До конца текущего семестра студенты ежемесячно будут получать выплаты в размере 15 тысяч рублей. По словам представителей компании Selectel, победители смогут принять участие в следующем конкурсе, чтобы сохранить стипендию до конца года. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии была Камила Насырова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»